Генеральный спонсор программы «Секреты совершенства» ООО «Лечебно-диагностический центр». Все для женского здоровья, без очередей и в одном месте. Лечебно-диагностический центр на Леонова. Это высокие стандарты лечения и сервиса. Гинеколог, терапевт, эндокринолог и кардиолог. Самыми современными способами выявят любые заболевания, а все необходимые исследования проведут на самом высоком уровне в кратчайшие сроки. Чтобы посетить специалиста, достаточно позвонить по телефону 910104. И самое главное, первый визит абсолютно бесплатный. Здравствуйте, меня зовут Александр Выговский. Вы смотрите программу о здоровом образе жизни «Секреты совершенства». Сегодня вы увидите. Сезон отпусков. Какие опасности подстерегают на отдыхе? Беременность. Не повод отказываться от путешествий. Что нужно знать будущей маме на отдыхе? Рубрика «Полезные советы». Что может входить в аптечку сердечника? Еда после поста. Какие блюда готовить на Пасху? Обсуждаем в интервью с эндокринологом. Он спасает людей ежедневно. В рубрике «Призвание. Рассказ отцов Виктора Геннадьевича». Приводим в порядок фигуру в рубрике «В движении». С каждым годом все больше калининградцев предпочитают проводить майские праздники за границей на отдыхе. Но нужно знать, что жаркий климат, смена климата, часовых поясов может существенно подорвать здоровье. Поэтому в нашей программе мы выделим существенное внимание нашим будущим отпускникам. О том, куда можно отправиться в мае, какие лекарства нужно взять с собой, об этом смотрите в нашем первом сюжете программы. Путевки, паспорта и багаж – неизменные атрибуты любого отдыха. Причем над содержанием последнего нужно подумать заранее. Как правило, в чемодане хватает места только для одежды и средств гигиены. А вот про аптечку многие забывают. Хотя на отдыхе немало опасностей. Первое, что хотелось бы сказать, это о воде. Вода – это источник жизни, и через нее передается множество всевозможных заболеваний, инфекционных в том числе. Известно, что грибковые заболевания на пляжах также развиваются, растут различные кишечные бактерии и также личинки различных паразитов. На этом перечень опасности не заканчивается. Даже к еде в чужой стране нужно подходить с осторожностью. Изменения в питании могут привести к обострению хронических заболеваний. Осторожность не помешает туристу и на водных горках, и в экскурсионных поездках. Они могут закончиться и травмами, и переломами, и даже ожогами. Страховка, которая нам выдается, она, в общем-то, действует только во время тура. А болезни, как правило, начинаются уже после приезда домой. И поэтому не рассчитывайте лишь на страховку. Будьте внимательны, бдительны. Кроме того, суммы страховки незначительны. А при вирусных, инфекционных и других заболеваниях надо будет оплачивать лечение медикаменты из своего кармана. И самое главное, если в крови больного обнаружен алкоголь, страховка не действует. Нельзя употреблять воду из-под крана, в принципе, нигде. И мыть руки, обычная гигиена, мыть руки. И также на разнообразных шведских столах присутствует большое разнообразие блюд. Наша рекомендация – это, конечно, использовать в употреблении приготовленные, уже обработанные термически, прошедшую термическую обработку продукты. Или свеженарезанные овощи и нежелательно заправленные салаты. Что касается пляжа, то тут эксперты рекомендуют ходить в сланцах, закрывать голову шляпой и обязательно брать с собой крем от загара. Мы всегда обращаем внимание наших туристов и рекомендуем заказывать экскурсии от того туроператора, с которым они поехали в отдых. Потому что все-таки это ответственность, это надежные компании уже, которые имеют опытных водителей, качественный автотранспорт. В принципе, и уже не несут такой опасности по статистике, как экскурсии, заказанные где-то там через дорогу. Отзывы туристов и информация от турагентства помогут вам сориентироваться в новой стране. И тем самым обезопасить себя и близких от неприятностей. Перед поездкой в некоторые страны необходимо сделать прививки. И всегда отправляясь в отпуск, желательно проконсультироваться с врачом. Берегите себя и отдыхайте с удовольствием. Теперь поговорим о путешественницах в положении. Новые впечатления, положительные эмоции очень необходимы будущей маме. И поэтому не стоит отказываться от заграничных поездок. Главное – это следить за своим самочувствием и выполнять все рекомендации врачей. Об этом мы поговорим в следующем сюжете. Беременность и путешествие на первый взгляд понятие несовместимое. Но врачи утверждают, если нет противопоказаний, можно смело отправляться за границу. Не надо выбирать жаркую страну, где климат существенно отличается от повседневного климата. То есть такие страны, как Египет, Турция, Центральная Америка, Тунис, Таиланд – лучше от них воздержаться. А вот Черногория, Испания и Крым подойдут будущей маме гораздо больше. Климат мягче, лететь ближе, да и еда привычнее. Хотя не стоит пробовать все подряд. Женщина не должна питаться местной кухней. Конечно, это не означает, что она не должна есть те продукты, которые там ей предлагают. Но больше делать уклон на овощи, фрукты. И тогда ваше пребывание за границей не принесет вам нежелаемых результатов. Но даже следуя этим советам, не торопитесь паковать чемоданы. Если срок беременности до 14 недель или свыше 28, лучше оставайтесь дома. В первом случае можно спровоцировать выкидыш, во втором, наоборот, преждевременные роды. В нашем центре мы можем проконсультировать женщину перед поездкой за границей, дать необходимые рекомендации, провести необходимые исследования, в частности, сделать УЗИ плода. Перед поездкой обязательно пройдите обследование у своего гинеколога. И обязательно соблюдайте все его рекомендации, чтобы от отпуска остались только приятные впечатления. Все для женского здоровья без очередей и в одном месте. Лечебный диагностический центр на Леонова – это высокие стандарты лечения и сервиса. Гинеколог, терапевт, эндокринолог и кардиолог. Самыми современными способами выявят любые заболевания, а все необходимые исследования проведут на самом высоком уровне в кратчайшие сроки. Чтобы посетить специалиста, достаточно позвонить по телефону 91-94-04. И самое главное – первый визит абсолютно бесплатный. Есть, правда, еще одна категория людей, которые частично должны планировать свой отдых. Это люди, которые страдают сердечно-сосудистыми болезнями. Сегодня в рубрике «Полезные советы» врач-кардиолог расскажет, из чего должна состоять аптечка сердечника. Отпуск. Его ждут с нетерпением, а потом еще долго вспоминают беззаботные дни долгожданного отдыха. Правда, эти воспоминания могут быть не самыми приятными. Отпуск – это некая вольница. Человеку не нужно ходить на работу, не нужно держать себя в графике. Можно позволить себе лишнюю вечернюю компанию, какие-то приятные напитки местного колорита. Это опять-таки риски. Например, если у человека есть нарушение ритма сердца, например, такая распространенная болезнь, как мерцательная аритмия, после приема алкоголя, да еще в жарком климате, очень высока вероятность, что будет рецидив. Если вредные привычки, сидячий образ жизни и постоянные стрессы стали неизменными спутниками жизни, посещение врача перед отпуском обязательно. Уходит много жидкости. Люди потеют на жаре, да, и происходит перераспределение водного баланса. Это может, в свою очередь, подвигнуть людей, у которых есть склонность к атеросклерозу, к тромбообразованию, к образованию новых тромбиков в сосудах, которые друг на друга, как снежный ком, могут прилипать, закрыть сосуд, сузить его и тем самым осложнить работу сердца и многих других органов. Если дома вы без проблем можете обратиться к доктору, то за границей все гораздо сложнее. Нужна страховка, и за услуги придется заплатить двойную цену. Для того, чтобы сформировать аптечку сердечника, нет таких унифицированных препаратов. Есть аптечка-автомобилисты. Мы знаем, что там есть. Раз, два, три, определенный набор. Но такого набора для здоровья каждого пациента подобрать трудно, да? У всех разные состояния, разные зоны риска, разные заболевания. Эти простые советы помогут вам избежать неприятностей на отдыхе, а от отпуска останутся только положительные эмоции. Заканчивается семь недель Великого Поста. И 20 апреля религиозные люди готовятся отпраздновать праздник Пасхи. После этого начинается режим обычного питания. И возникает вопрос, как правильно прийти в этот режим, чем можно навредить, а чем обезопасить себя от неприятностей, когда происходит резкая смена в режиме питания. Об этом мы и сегодня хотим поговорить с врачом-эндокринологом Иванковой Инной Гершиной. Каково ваше мнение? Наш очень умный организм, он не любит резких перемен. Для каждого, для каждого этот вопрос будет решаться чисто индивидуально. Но можно назвать, наверное, определенные общие принципы, на которые следует обратить внимание при праздновании Святой Пасхи. Кто-то рекомендует буквально так, вот съесть одно яйцо и на этом остановиться. Это вряд ли получится. Если говорить очень строго, говорить по медицинским показаниям, то на второй день целесообразно добавить кисломолочные продукты. Это будет кефир, простокваша, йогурт и так далее. В этот же день, в этот же день можно попробовать кусочек Пасхи. Инна Гершина, а какие есть опасности на этом переходе? И какие люди попадают в зону риска, когда вот такой резкий переход может повлечь неприятности со здоровьем, вплоть до того, что им придется обращаться к врачам, и даже по неотложным показаниям? Если же нагрузить вот всем, что стоит на столе одновременно, то есть шанс, есть шанс, особенно у людей тучных, грузных, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, страдающих гипертонией, ишемической болезнью сердца и так далее, людей более старшего возраста, ну, оказаться очень быстро пациентами врачей со всеми своими замечательными заболеваниями. Не бывает такого, чтобы отдельно болело сердце, отдельно поджелудочная железа, отдельно нарушались какие-то другие органы и системы. Все взаимосвязано. Что такое кардиологический пациент? Это пациент с ишемической болезнью, сердцеской гипертонией. У него, конечно же, плохая печень, у него, конечно же, плохая поджелудочная железа, у него могут быть проблемы с почками. Поэтому таких пациентов, таких пациентов, все сказанное, все сказанное по ограничениям, по постепенному доходу до стола, наверное, касается значительно больше. И не торопитесь возвращаться ко всему тому, что было раньше. Если вот такое питание дало вам хороший эффект в плане вашей фигуры, у вас хорошее самочувствие, у вас, может быть, меньше беспокоят вас те же сердечные проблемы, у вас нормализовалось давление и так далее, то сохраните это состояние. Тем более вы видели, как это можно сделать. Согласен. Осталось только, чтобы люди к этому прислушались и начали заботиться о себе. Я думаю, что многие из тех, кто все-таки соблюдали пост, это люди достаточно ответственные к состоянию своего организма, к состоянию, прежде всего, своей души, наверное, да. И, мне кажется, они задумаются и исполняют наши с вами рекомендации. Спасибо большое, Инна Гершина, и до новых встреч. Профессия врача – одна из самых гуманных, благородных и нужных на Земле. Врач берет на себя ответственность за самое святое, самое ценное в жизни – за жизнь человека. Какими качествами должен обладать человек, выбравший для себя профессию врача? Об этом в следующей рубрике «Призвание». Его фамилию знают многие пациенты, которые столкнулись с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Виктор Цой, хоть и тезка культового певца, привычный инструмент на микрофон, а хирургический скальпель. Причем за годы работы в кардиологии он ни разу не пожалел о своем выборе. Начинал я с общей хирургии, в общем-то, с первых курсов института. Ну, я точно жестко для себя решил, что я буду хирургом. В общем, первые 6 лет я проработал общим хирургом, потом уже пошел в сосудистую хирургию. А из сосудистой хирургии, в общем-то, недалекому соседу это кардиохирургия. В 7.40 утра он уже на работе. До начала операции Виктор Цой осматривает больных в реанимации. В 8 часов решает насущные проблемы на планерке. А дальше операция за операцией. Опаздывать нельзя. Здесь дорога каждая минута. В среднем у нас выполняется порядка 9-10 операций на открытом сердце. Это детские и взрослые операции. И порядка тоже 8-10 операций малоинвазивных. Все надо взвесить, все за и против. Чтобы для каждого конкретного пациента наша манипуляция была оптимальна. Поиск лечения, которое принесет положительный результат. Главная задача любого врача. На счету нашего героя уже более 750 успешных операций. Один из последних пациентов – 40-летний Андрей. Около 16 лет он с трудом передвигается. У него серьезные проблемы с ногой. Большая атрофическая язва. Сформированная фистула артерия венозная. Это коммуникация между артерией и веной, которая влияет на жизнедеятельность ноги. За 16 лет проводились лечения. Но проводилось лечение, скажем, местное совершенно. То есть по устранению каких-либо последствий более серьезное. Лечение не предпринималось. Что Виктор Геннадьевич, что Шнитков Юрий Николаевич, что не яс, я, к сожалению, не помню его отчество. Действительно явились эталонами врачей. И вот Виктора снова вызывают. Рабочий день ненормирован. Спасать человеческие жизни порой приходится и среди ночи. Но главное, чтобы дома был надежный тыл. Для Виктора это его жена и трое ребятишек. Берегите себя и своих близких. Нам осталось раскрыть вам последний секрет совершенства физические нагрузки. Тем более, что современная фитнес-индустрия предлагает десятки различных направлений аэробных и силовых нагрузок. Разобраться в них нам помогут профессиональные инструкторы в рубрике «В движении». Добрый день, меня зовут Дик Ольга. Я работаю в Альбатросе персональным тренером. Сейчас мы с вами проведем силовую тренировку. Использовать будем оборудованием штанги. Ноги ставим на ширине бедер. Медленно опускаемся, прямая спина. Вытягиваем штангу. Развернули. Грудь развернули, лопатки вниз. Животы втянули. И медленно на два счета делаем тягу вверх на два. Вниз на два. Это медленный темп. Все делаем на два счета. Еще повторяем. Вверх, вверх. Вниз, вниз. Вверх, вверх. А теперь круг плечами назад. Круг. Лопатки сводим. Длинная шея. Старайтесь максимально отводить лопатки назад. Еще. Еще. Назад. Переносим локти вниз. Выжимаем вверх и отводим за голову. Все в обратном порядке. Вверх. Груди. Локти в стороны. Получается? Давайте еще раз, чтобы запомнить. Тяга вверх. Вниз опускаем локти. Опустили вниз. Ставим ноги вместе. Отводим плечи назад. Я показываю. Это становая тяга вместе со мной. Вниз. Вниз. До средины колена. Смотрим вперед. Прогнутая спина. Чуть мягкое колено. Штанга по ногам идет. И остались в наклоне. Тяга. Мы касаемся штангой живота. В это время сводим лопатки. Это упражнение на спину. Работает спина. И снова дэдлифт. Встаем вверх. Колено подставили. Штангу берем. Красиво делаем тягу. И аккуратно кладем штанги. Есть. Руки вверх потянулись. Вытянули, вытянули, вытянули. Все. Вдох на выдохе. Опустились. С круглой спиной встали. Под колени взяли. Спина парашютом вверх вошла. Живот втянули, вытягиваем спину. Вверх поднимаемся. Вот так мы позанимались. Мы молодцы. Наша программа подошла к концу. Свои вопросы и пожелания вы можете отправлять на электронную почту. Адрес вы видите на экране. Спасибо, что были с нами. До свидания. Генеральный спонсор программы «Секреты совершенства» ООО «Лечебно-диагностический центр». Все для женского здоровья без очередей и в одном месте. Лечебно-диагностический центр на Леонова. Это высокие стандарты лечения и сервиса. Гинеколог, терапевт, эндокринолог и кардиолог. Самыми современными способами выявят любые заболевания. А все необходимые исследования проведут на самом высоком уровне в кратчайшие сроки. Чтобы посетить специалиста, достаточно позвонить по телефону 91-0104. И самое главное, первый визит абсолютно бесплатный.